Всем привет дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал Fuck You и Дневник Трейдера. И мы продолжаем, друзья, продолжаем учиться торговать на рынке Форекс. Итак, пробежавшись по всем валютным инструментам, друзья, мне сегодня понравился фунт, как он стоит. Во-первых, у нас на короткосрочном восходящем тренде была отрисована двойная вершина в 1000 пунктов. Вот маленькая вершинка, потом вторая вершинка большая была. Уже, как вы знаете, после двойной вершины обязательно должно сформироваться плечико. Плечико было сформировано, друзья, и сейчас опять поджимают к уровню. И я вошел с стабильным, как бы сказать, стоп-лоссом 250 пунктов на 750 пунктов тейк-профита. В ожидании отработки двойной вершины, да, тем более АТАРа, запаса АТАРа у нас хватает. Как мы видим, было уже несколько тестов у нас сегодня опять этого уровня. Цена отходила немного вверх, но такого сильного импульса на весь АТАР вверх не было. Цену покатали туда-сюда возле уровня. И сейчас опять толкают обратно, друзья, вниз. Обратно толкают вниз. Вот, и вероятность того, что пробьет уровень и цена пойдет в нашу сторону, очень велика. Так как здесь у нас идет двойная вершинка. Отработки ее не было. Вершина у нас большая на 1000 пунктов. Вот максимально, насколько от уровня вершин опускалась цена, это 400 пунктов. Это даже не 40 пунктов, потом пошло формирование плеча, да, вот, формирование плеча тоже произошло. Вот, и сейчас цена обратно вернулась ближе к уровню и пытаются пробить уровень. Вот, я вошел с фиксированным стоп-лоссом 250 пунктов, друзья. Сейчас включим музыку. Вот, напоминаю вам о том, что у нас идет розыгрыш на канале. Не забывайте делиться, подписываться на телеграм-канал и оставлять комментарии. Будет 5 призовых мест, которые смогут получить 40% первое место, второе и третье по 20% и четвертое и пятое 10% от годового бюджета канала. Поэтому, друзья, теперь вы не просто зрители канала, а вы являетесь прямыми соучастниками канала, потому что от вас зависит количество просмотров наших дневников трейдера, количество просмотров вообще канала. Вот, и от этого будет зависеть сумма, которую мы разыграем на канале. Не забывайте оставлять комментарии обязательно, потому что это будет играть ключевую роль в розыгрыше, потому что программа, которая отбирает победителей, отбирает среди людей, которые прокомментировали видео. Вот. Я пока что ставлю на паузу. Такой обзор рынка смысла нету делать везде. Везде у нас поджимались к уровням цены. Но больше всего мне нравится фунт, потому что по фунту у нас есть сильный сигнал. Это двойная вершина, да. И мы сейчас вот на отработку этой двойной вершины. Можно вот так вот провести, получается, основание. Можно чуть ниже провести, кто как проводит. Ну, обычно основание проводится, друзья, по самой нижней точке. Самая нижняя цена вот у нас была. Тут даже больше 1100 почти пунктов. Не почти, а 1100 пунктов показывает у нас. Поэтому вершина еще, ну, как бы модель еще себя не отработала. Был большой отход. Сейчас вот обратно от этого нашего нижнего уровня. Сейчас вот произошел подход к этому уровню. Видим, цена вошла в канал. Вот. Прошла консолидацию. Был импульс вверх. Посрывали стоп-лоссы, да. Посрывали лимитные заявки на продажу. И цена начала, вот как мы видим, на часовом баре вот этом. Цена стремительно пошла вниз и пошла к нашему уровню, нижнему уровню поддержки. И сейчас вот тоже, как мы видим, следующий час ее вот не выпускают за вот этот диапазон. Выхода нет. Вот, поэтому вероятность того, что цена пробьет уровень и пойдет ниже уровня, тоже достаточно велика. Тем более, АТР у нас 1250 пунктов. Из расходов на только 600 пунктов АТР. Поэтому у нас очень велика вероятность похода, друзья, вниз. Вот. Опять же, у нас здесь новости по Америке. Новости по Америке вышли. Три важные новости. И, как показывает практика, вот сейчас давайте, кстати, посмотрим, в пользу Америки они вышли или нет. На экономическом календаре у нас 2 минуты, друзья, еще до выхода новости. Поэтому я сейчас поставлю на паузу. Дождемся выхода, смотрите, сколько много новостей, разной важности, разной силы. Да, поэтому я сейчас поставлю на паузу. Дождемся уже выхода этих новостей, всех показателей. И тогда посмотрим, если новости выйдут в пользу Америки, да, то есть в пользу доллара, то тогда нас ждет большое падение. Потому что валютная пара у нас фунт-доллар. Если фунт растет, доллар падает. Если фунт падает, доллар растет. Вот. Всего лишь 2 минутки надо подождать. И сейчас посмотрим, что происходит. Пока что то, что я вижу, немножечко фунт толкают вверх. Значит, ожидание у нас на укрепление доллара, да, как всегда, хотят отыграть несколько сот пунктов перед сильным падением. Вот. Поэтому, друзья, ставлю на паузу. Ждем выхода экономических показателей. Итак, друзья, вышли новости. Смотрим. Все вышли с зеленым показателем. Один только у нас, друзья, красный показатель. Это на новости число первичных заявок на получение пособий по безработице. Вот. Немножко, немножко выше, чем ожидалось. Да, ожидалось 1 миллион 300 тысяч заявок. А вышло 1 миллион 480 тысяч заявок. Остальные, как мы видим, подтвердились. Товарные запасы розничной травы без учета автомобилей и май. Товарные запасы сократились. Вот еще новость выходит. Объем товарных запасов на оптовых складах. О, видите, экономика немножко Америки улучшается. Да, то есть товарные запасы уменьшаются. Значит, экономика покупательной способности растет. Экономика восстанавливается, друзья. То, что общее количество новостей, которые были на 15.30 у нас по Америке, вышли с зелеными показателями. Это говорит об одном, о том, что нас сейчас ждет рост доллара, друзья. Нас сейчас ждет рост доллара. Вот, как мы видим, да, уже пошли прогрессы небольшие. Вот, а рост доллара, это в паре фунт-доллар, это сейчас должен произойти пробой уровня и поход цены в сторону нашего, нашего, в сторону, друзья, нашего Take Profit. Вот и все. Поэтому я ставлю пока что на паузу. Вот уже цена начала двигаться в нашу сторону, как мы видим. Уже мы в плюсе на 26 пунктов. Но сейчас начнут цену трепать, немножко вверх-вниз. Но основные экономические показатели вышли в сторону доллара. Поэтому рост доллара неизбежен, друзья. Пробой уровня неизбежен. Вот, тем более такая хорошая консолидация. И перед этим был поход за стоп-лоссами. Причем немаленький поход. На 500 пунктов цена сходила вверх, позабирала все стопы. Должна сейчас лететь вниз, друзья. Все, ставлю пока на паузу и включусь уже, когда закончится торг. В принципе, на сегодня у нас больше сделок быть не может. Потому что если мы сейчас получаем здесь, друзья, стоп-лосс. Это критическая отметка. 250 пунктов. Для нас это наш дневной риск, скажем так. То есть, да, или риск на день, или риск на одну сделку. Вот, у нас 3% максимально, что мы можем себе позволить. То есть, мы можем сделать или 3 сделки по 100 пунктов стоп-лосса, или одну сделку с 3% стоп-лоссом. Сейчас волатильность рынка очень велика. Поэтому, друзья, я выбираю лучше сделать одну сделку с чуть-чуть большим стоп-лоссом. Да, вот, в принципе, остальные валютные пары находятся в каналах, далеко от уровней. Вот, новозеландец немножко приближается к уровню. Тоже, в принципе, сейчас все, друзья, валютные пары должны, которые, ну вот, неплохо еще выглядит, неплохо еще доллар-канадец выглядит. Да, то есть, вот у нас здесь сформировался локальный такой уровень по соотношению вот к этим всем уровням, да. И здесь сейчас тоже может быть пробой, пробой уровня и уход цены за уровень. Австралиец. И вот по австралийцу тоже такая похожая же ситуация, как по фунту, да. Мы можем даже посмотреть. Давайте вот так сделаем. Очень-очень даже графики похожие, да. Очень похожие графики. Причем, что здесь двойная вершина тоже была. Вот, ну я не знаю, как можно ли считать вот этот паранормальный бар, как за основу. Скорее всего, что нет. Скорее всего, что здесь двойная вершина будет считаться отсюда. Маленькая вершинка на 400, большая вершинка на 800. Отработка, в принципе, уже была. 50% цена в свою сторону отходила. И вот опять сформировала плечо, друзья. Вот, сейчас немножко трухануло цену против нас, как мы видим, да, после новости. Немножко трухануло против нас. Но это, как всегда, сейчас цена где-то здесь, в этом районе, должна остановиться и пойти вниз. Такое всегда происходит после новостей. Все, друзья, ставлю на паузу. И как только уже будет что-то известно, да, или стоп-лосс, или тейк-профит, тогда уже будем смотреть. Но, в принципе, я не знаю. Должно быть, друзья, все в порядке. Должна цена сейчас пойти вниз. Да, после новости немножечко ее трухануло вверх. Но, в принципе, движение должно быть вниз. Так как фунт должен слабнуть против доллара. Потому что экономические показатели, друзья, у нас вышли все в лучшую сторону. В лучшую сторону к доллару. В лучшую сторону к доллару. В лучшую сторону. Раз, два, три. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять новостей вышли в лучшую сторону по сравнению к одной новости только по числу заявок на пособие по безработице. И то разница тут небольшая. Всего лишь в 180 тысяч человек, да, с прогнозом. Так что должно быть, друзья, все хорошо. Доллар сейчас должен немножко начать укрепляться. Поэтому ставлю на паузу. Ждем, друзья. Ну что ж, друзья. Вымучал меня целый день этот фунт. Британец вредный оказался, как говорится. Вошли мы здесь. Это 15-минутный таймфрейм. Целый день он туда-сюда мурыжился. Немножко потом прыгнул под уровень на 250 пунктов. И дальше начали пилить уровень, друзья. Пилили, пилили и под вечер все-таки вышел он сюда. Уже даже, видите, немножко были мы и в минусе тут на 40 пунктов. Буквально полчаса назад. И сейчас опять занырнул под нашу сделку. 72 пункта, 73 уже в плюсе. Решил я оставлять эту сделку, друзья, на ночь. Так что ставлю на паузу. Для вас это несколько секунд. А для меня это целая ночь до утра. Не, ну я, конечно, буду ложиться спать, отдыхать. А утром уже будь что будет, как говорится. Вот, вошли в позицию, надо отсидеть. У меня все-таки, друзья, видение такое, что цена должна пробить уровень. Потому что выше не пускают, ниже пока что не пускают. Пилят уровень. Может быть и правильным было бы сейчас закрыться. Да, с небольшим плюсиком закрыться. А завтра уже посмотреть. Потому что ночью сейчас перед, перед 12 часами могут сейчас начать выходить трейдеры из позиций. Да, потому что на ночь внутридневные трейдеры не оставляются. Цена может резко поползти вверх. Вот. Но опять же, на токийской сессии могут начать толкать вниз. Смогут побить тот лоу, который уже был. Тем более, что цена пока что возится по уровню. То есть, непонятно, что сейчас делать. От точки входа мы находимся 250 пунктов. От уровня 330 пунктов до нашего тейк профита почти 1000. Да, хотя здесь 1000 пунктов всего лишь до хая. Не знаю, друзья. Но опять же, АТР в нашу сторону. Но смотрите, день закрывается, как мы видим, день закрывается практически в том ценовом диапазоне, где и открывался. То есть, да, сходил немножко вверх, сходил немножко вниз и закрывается сейчас. Но, как я вижу, здесь рисуется нисходящий, друзья, трехугольничек. Вот. Причем, что не дают за него выйти. Да, ложные пробойчики есть. Но все равно цену гонят к уровню. Поэтому остаемся в позиции. И посмотрим завтра, друзья, что получится с этого. И для себя вынесем, опять же, вынесем какие-то для себя умозаключения. Оставаться, не оставаться в позиции на ночь. Если мы, допустим, хотя бы в маленьком плюсе, может, стоит закрываться. Так как мы внутридневные трейдеры. Может, стоит закрываться и завтра уже смотреть, что будет происходить с позиции. Да, может открываться заново. Может, лучше будет позиция ниже к уровню, с меньшим стоп-лосом. Вот. Может быть и так. А может быть, уже раз вошли в позицию, то уже и не выходить никуда. Да, то есть, ну, все, держать позицию вверх не пускают, вниз не пускают. Но я вижу, друзья, что потенциал у нас идет вниз. Идет консолидация. Прижали к уровню, да. То есть, позавчера было резкое падение. Импульс хороший был у нас. Ай. Все, стоп-лос передернул. Сейчас. Зараза такая. Вот так был стоп-лос. Может быть. Да, может, все, что хочешь быть, друзья. Это рынок. И все, что хочешь, может быть. Но мы учимся. Мы для себя. Мы для себя должны выносить такие уроки. Да. Вот. И для того, чтобы пришло понимание рынка, друзья, да. То есть, что мы, какое мы знание получим, если мы сегодня не выйдем из сделки этой. Мы получим для себя следующее знание. Если мы были в плюсе, да. И закрыли бы сделку, допустим. И мы бы хотя бы маленький плюс, да и вынесли бы, допустим. А если завтра утром я проснусь и будет стоп-лос, допустим. Я для себя вынесу следующий аргумент. Что на ночь не надо, допустим, оставлять сделки. Потому что, во-первых, своп сейчас получим несколько центов. Да. Это раз уже комиссия есть. Минус своп сейчас минуснет после 23. И, допустим, вот это все, вот этот потенциал, который накапливали, допустим. Сейчас перед полуночью трейдеры по выходят. И, допустим, откатится цена вверх, да. То есть, целый день ее прибивали к уровню. И цена откатится вверх. Может и такое быть. А может наоборот провалиться под уровень. Ближе. И завтра торги начнутся где-то в этом диапазоне ниже уровня. Да. И дотолкают до нашего тейк профита. Вот это знание мы для себя вынесем, друзья. Вот. Но, опять же, если здесь смотреть, у нас здесь V-образное движение такое большое. Да. Вот смотрим, маленькое было. Вниз отыграли полностью вверх. Здесь у нас было вверх. Отыграть должны полностью вниз. Как раз где-то здесь у нас и тейк профит находится наш. Допустим, если это смотреть на 4-х часовике. Вот, смотрите, здесь такая же ситуация была вверх. Потом вниз даже еще глубже улетели. А вообще по 4-х часовику у нас началась смена тренда. У нас каждый хай дня ниже предыдущего. Смотрим. Вот здесь началась смена тренда на нисходящий. Здесь мы видим продолжение. Здесь опять откат. Здесь опять продолжение. И вот, друзья, я так думаю, что здесь мы увидим опять продолжение. То есть, все у нас. У нас такой образуется очень красивая пила, друзья, как мы видим. А если пилят, значит допилят. Значит, нас ждет тейк профит, друзья. И будем ждать. В принципе, смотрим сюда. Вот наш low, вот наш high. То есть, был low, потом немножко откатили 50%. Обновили low. Откатили 50%, должны обновить. То есть, ниже уровня должны спуститься. Смотрите, здесь точно цена ударилась в уровень. Тут небольшой люфтик буквально у нас был. И откатила цена. Сейчас она вот возле этого уровня немножко сконсолидировалась. И должна обновить завтра low. Будем ждать завтрашнего дня обновления low. Пила должна, друзья, сработать. Вот хорошо, что я увидел эту пилу на 4-х часовом таймфрейме. Теперь я точно уверен в том, что будет обновлен low. Будет обновлен low. Все, друзья, ставлю на паузу. Уже включусь тогда, когда у нас что-то будет известно. Как раз хорошо. Небольшое видео сегодня получилось. Очень даже отлично. Все, друзья. Хорошая позиция. В принципе, все нам говорит о том, что мы должны двигаться дальше вниз. Вот посмотрите, даже на 4-х часовом таймфрейме. Каждая 4-х часовая свеча high обновляется ниже. То есть, high ниже, high ниже, high ниже, high ниже. То есть, прижимает цену к уровню. Подходим, прижимаемся к уровню, друзья. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Все, ставлю на паузу. Уже включусь завтра, друзья, утром. Посмотрим, что у нас с этой позицией выйдет. Все. Для вас это несколько секунд. Для меня это целая ночь. Всем привет, дорогие друзья. Уже, друзья, новый день. Уже 15 часов нового дня. Итак, что мы видим, друзья? Мы находимся в плюсике. Да, уже скоро. Если сейчас вот этот четвертной уровень, 750, будет пробит. Друзья, вот никак не могут пробить уровень 23, 750. Здесь у нас сильный уровень. Сейчас я вам отключу, покажу. У нас здесь сильный локальный уровень. Вот он находится ровненько на 750. Вот 752. Вот смотрите, получается. Вот было касание. Вот отзеркалилось касание. Вот четенько, смотрите, тоже было касание. После него был откат. И новый бар часовой открывался выше этого уровня. Вот, никак не могут его пробить. Уже попытка была. Но от этого уровня, друзья, у нас стояли отложенные ордера вверх. И все, что было продано, да, 3 часа назад. Потом все и выкупили. Даже ретестили опять уровень 24, 130 вверх. Ничего не получилось. И теперь цена пошла вниз. Так вот, друзья, если мы сейчас пробиваем вот этот уровень. 23,760, 750, да, четвертной уровень. Если этот сейчас будет преодолен, этот уровень, друзья, тогда мы дойдем до нашего тейк-профита до конца дня. Потому что после преодоления вот этого четвертного уровня, друзья, остается до тейк-профита 250 пунктов. Откроются лимитники на продажу. И цена долетит до нашего тейк-профита. Тем более, АТР еще есть. Запасу только цена прошла половину АТР, да. И как мы видим, друзья, цена фиксируется под уровнем. Смотрим. Раз, два, три, четыре. И уже пятый бар у нас идет нисходящий. Вот. Я думаю на 90%, что цена сегодня дойдет, друзья, до нашего тейк-профита. Если нет, тогда на субботу-воскресенье оставлять не будем, друзья, позицию. Будем закрываться тогда по той позиции, друзья, которая будет, да. По лучшей цене постараемся закрыться по той, которая будет. Так как сегодня у нас уже пятница. Рынки закрываются на субботу-воскресенье. Вот. Поэтому, друзья, оставлять не будем. Ну, сейчас опять же говорю, сейчас посмотрим, пробьют этот уровень или нет. Вот, смотрите, в 23,770 цена копеечка в копеечку опять ударилась и приостановилась, да. Приостановилась пока что. Если вот сейчас будет пробой этого уровня, это лоу нашего сегодняшнего дня. Плюс, вот, как мы видим, есть отзеркалка у нас. И тут отзеркалка, и тут, и тут отзеркалка. Такой уровнец такой у нас крепенький, да, локальный, хотя уровень. Но, если, друзья, нету импульса, да, если нету большого продавца, а сегодня пятница, вряд ли, вряд ли есть какие-то большие силы, вот. То, может быть, друзья, стоило бы и закрыться где-то поближе возле этого уровня. Но мы и не из робкого десятка. Мы будем стоять на своем. Мы вошли в позицию. Хорошо уже сидим в позиции. Уже почти 2 к 1 цена в нашу сторону проходила. Немножечко не хватает, друзья, чтобы 500 пунктов цена прошла. Вот 23,720. Ну, как раз должна цена пробить. Должна цена пробить 23,750. И спуститься на 30 пунктов. И тогда можно стоп-лосс, друзья, перенести в безубыток. Так, стоп-лоссик можно будет перенести вот в безубыток. Там пунктов на 15 надо будет посчитать 1 и 22 цента своп. Это как минимум, как минимум на 15 пунктов от входа, друзья, надо будет перенести наш стоп-лосс. Вот, но пока что сидим, пока что ждем. 2 к 1 пока что не было. Цена может резко развернуться и выскочить аж до хая. Вот, да, а потом резко также может пойти и вниз. Хотя новостей у нас сегодня никаких нету. В пятницу рынок обычно, друзья, вяленький. Хотя смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Это понедельник. Вот, смотрите, прошлую пятницу. Такой был не очень, да, спокойный. Опять же, смотрите, от этого уровня, от этого уровня, друзья, в пятницу цена упала как раз до нашего тейк-профита. Вот я и жду, друзья, вот этого повторения, движения вот этого, да, что цена будет тестировать. Опять, вот, смотрите, этот уровень был у нас. Вот, я сейчас жду, что этот уровень будет пробит, опять же, в пятницу, да. И немножко будет падение, вот. Пока что ставлю на паузу. Видео у нас вроде бы как не длинное получается. Всего пока что 27 минут. Ставлю на паузу, друзья, и уже включусь. Когда или буду стоп-лосс без убыток переносить, или когда буду закрываться уже вручную, да, или тейк-профит. Вот, тогда, друзья, включусь. Пока ставлю на паузу. Если у меня там работа во дворе, пойду немножко газончик покажу. А позиция пускай работает, друзья. Вы пока не забудьте поставьте лайки. Напишите, друзья, обязательно комментарии. Подпишитесь на канал. Колокольчик поставьте, там все дела. И на телеграм-класс, друзья, подписывайтесь. Хотя в ссылке в описании есть у нас все мессенджеры. Вайбер, ватсап, телеграм. Мессенджеры, группы есть во всех у нас из данных чатов, да, из данных мессенджеров. Так что подписывайтесь, не стесняйтесь, дабы быть с нами на волне, друзья. Все, ставлю на паузу. Итак, друзья, что мы видим? Наша позиция приближается к тейк-профиту. И я в обязательном порядке перенес стоп-лосс, друзья, в безубыток, да. Вот. И вообще я сейчас подумываю о том, чтобы закрыться без этих 50 пунктов. Потому что цену начинает потихонечку подталкивать вверх. Давайте посмотрим, как это выглядит на минутке. Вот, смотрите, что происходит. Вроде, да, цена провалилась была. Вот мы уже были почти возле нашего тейк-профита. 20 пунктов цена не дошла до нашего тейк-профита. И если сейчас, друзья, просто начнется разворот на этом моменте, да. А время-то у нас уже 17 часов, пятница. Сейчас начнутся уже расходиться трейдеры американские, да, уже конец рабочего дня. И просто будет обидно, если мы сейчас здесь получим разворот и откат вверх. Вот так, как мы видели это в прошлую пятницу, да, цена дошла до этого уровня. Да, вот мы сейчас как раз на этом уровне где-то и торгуемся. Ну, в понедельник, да, был провал еще вниз, но на два, как бы на два дня оставлять я не сильно хочу. И вот цена уже сейчас у нас 15 пунктов от нашего тейк-профита. И я уже, наверное, все-таки закроюсь. Наверное, есть. Блин, надо было закрываться по той цене. Так, сейчас, друзья, дождемся буквально еще парочку пунктиков. А, в принципе, жадность фраера сгубила, как говорится. Закрываюсь я. Получаем мы 700, друзья, пунктов. 707 пунктов плюс 71 тейк-профит у нас. 71 доллар тейк-профит. Убытки наши покрыты, друзья. Конечно, не все. Сейчас открою историю счета. Мы были в прибыли. Вот, прибыль у нас за эту неделю, друзья, составила минус 11.29. Закрываемся мы эту неделю в минусе. Да, но хотя бы тело, друзья, тело нашего депозита нам удалось, друзья, сохранить. Немножечко приумножить. Вот такая хорошая была у нас позиция. Немножко буду адаптировать под данный тип сделок, друзья. Вот, что хочу адаптировать. Вот я смотрю по всем, друзья, парам. Да, сейчас немножко я посмотрю, что у нас тут с музыкой. А то, мне кажется, музыка сильновато валает. Чуть подскручу. Вот так. Вот. Что я хочу адаптировать? Хочу адаптировать следующее. Буду отрабатывать двойные вершины. Что такое двойные вершины? Это пробой какого-то уровня, потом ретест этого уровня, потом опять отход на большое количество, да, для набора силы, потом опять подход к этому уровню, друзья. Вот. Буду отрабатывать вот такие двойные вершины. И буду пробовать, друзья, входить вот по таким, ну, как бы, можно так сказать, да, здесь вход неправильный относительно наших, наших уровней, да, которые у нас проведены, друзья. Вот. Относительно уровней вход, конечно, неправильный. Потому что мы входим внутри канала. Но здесь у нас вот, а вот здесь вот был бы вход правильный. То есть у нас здесь маленькая двойная вершинка есть. Вот. Буду отрабатывать двойные вершины. Начинаем с маленькой, да, то есть маленькая у нас была 500 пунктов, да, значит, 350 мы бы могли здесь забрать. Забрали бы, забрали. Вот. А здесь у нас открывается и большая, друзья. Смотрим, да, вот одна. Одна у нас сиська, вот вторая сиська. И здесь можно оставаться, продолжать оставаться в позиции. Большая у нас на 800. То есть, как минимум, еще 400 можно было забирать. Было 400, было. Вот и все, друзья. Вот. Поэтому, друзья, будем вот работать по вершинкам. Как мы видим, вот тоже была у нас двойная вершинка. Вот одна вершинка, вот вторая. Сколько здесь? Тысячу пунктов. И цена от этого уровня уже сходила, друзья, на 800. Это как раз наш фунт, да. Мы закрылись. Ну, был бы здесь take profit, но не стал я дожидаться. Мне кажется, друзья, что здесь очень опасно. Здесь уже цена находится на грани, недалеко уже от уровня. Сколько тут пунктов от уровня? 200 пунктов от уровня, причем 23.300 кругленький уровень может начать сейчас. Конец дня, опять же повторяюсь, конец дня, друзья, рабочего. Могут трейдеры заканчивать уже сейчас свой рабочий день, выходить с позиций. На субботу, воскресенье могут не оставлять позиции внутри дневные трейдеры, да. Ну, вот мы бы забрали take profit. Вот мы здесь закрылись, а цена еще упала, друзья, на 30 пунктов, ну, то есть, тех 20 пунктов, они того не стоят, друзья. У меня очень много было таких сделок, когда цена буквально доходила до моего take profit, друзья, а потом разворачивалась, а потом разворачивалась. Один раз было вообще такое 4 пункта. 4 пункта не дошла, потом резкий разворот и откат был наполовину, наполовину, и потом уже аж на следующий день цена дошла до take profit. Опять же, закрывшись без тех 4 пунктов, я особо бы ничего не потерял бы, да, вот, но подстраховался бы, так как я сидел возле компьютера и не пришлось бы еще сутки ждать, да, на следующие сутки. У меня просто не было возможности входить в другие сделки. И почему не было возможности входить в другие сделки, потому что, друзья, у меня была открыта эта позиция с риском, да, то есть, а по риск менеджменту, money менеджменту я не мог входить, потому что риск был предельно велик на один день. Вот. 270 пунктов вроде было. Вот смотрите, еще одно доказательство. Вот вам двойное дно на 750 пунктов. Вот оно полностью от себя отработало, даже больше, да, подошли к уровню, пробой уровня уже на 400 пунктов пошел. Вот, то есть, такие модельки надо отрабатывать. Вот эти, я их называю так, чисто для того, чтобы поржать, это попа, да, а то сиси. Вот, ну так чисто, чисто поприкалываться, чисто поржать, потому что в трейдинге ты постоянно находишься в напряжении, друзья, и как бы хочется не иногда и расслабиться немножко. Да, мы бы забрали тут тейк профит, но опять же, смотрите, что происходит. Вот у нас уже цена и на 65 пунктов и вверх рвалась. Не факт, что она сейчас здесь четко не уткнется и не уйдет вверх. Вот. Все, друзья. На этом, я считаю, это видео можно заканчивать. Я прощаюсь с вами до понедельника. Вы обязательно ставьте лайки, комментируйте видео, потому что будете участвовать, все, кто прокомментирует, будут участвовать в розыгрыше. А у нас будет 5 победителей. Первое место 40, второе, третье место по 20%, четвертое, пятое, друзья, по 10% годового заработка канала. Не забывайте подписываться в телеграм-канал, не забывайте делиться со своими друзьями. Мы здесь не делаем ничего плохого. Мы учимся, друзья, торговать на рынке Форекс. С переменным успехом. Немножко теряем, немножко зарабатываем. В данный момент, по крайней мере, получается, друзья, топтаться на одном месте, не терять свой депозит. Не терять свой депозит. Надеюсь, что в скором времени, с учетом всех знаний, которые к нам приходят, друзья, мы научимся зарабатывать. А по-другому быть не может, друзья. Знания приходят каждый день. Каждый день открывается новое видение. Каждый день по-другому. Мозг обрабатывает картинку, которую он видит перед глазами. Проводит какие-то аналогии с предыдущими сделками. Я все свои, друзья, сделки, все вот эти видеоролики, которые и вы смотрите, я тоже их полностью просматриваю, потому что это мой дневник, в первую очередь, который я создал для себя, для того, чтобы анализировать те сделки, которые я делаю. И в случае стоп-лоссов, чтобы это у меня откладывалось в голове, друзья. Я каждый раз после того, как залил видео на YouTube, сажусь и вместе с вами пересматриваю, друзья, этот ролик. И анализирую свои ошибки, анализирую свой торговый день. Все, друзья, всем спасибо за внимание. Пока-пока. Зарабатывайте. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok